Здравствуйте, коллеги, меня зовут Андрей Беляков, я представляю Сызранский нефтерабатывающий завод. На СНПЗ я занимаюсь развитием производственных информационных систем, в том числе PIE-систем. И в докладе расскажу о том, как мы используем PIE и какие преимущества получаем. Ну, вначале о заводе. Сызранский НПЗ входит в состав Самарской группы нефтерабатывающих заводов и принадлежит компании Роснефть. То есть, строительство завода началось в 1939 году, первая партия нефтепродуктов была получена в 1942 году, в этом году завод празднует 75-летие. В начале 70-х годов мощности были существенно расширены, выросла мощность по переработке, по гидроочистке, по битуму. Сегодня мощность с НПЗ составляет 8,5 миллионов тонн нефти в год. Завод в основном перерабатывает западно-сибирскую нефть, а также нефть, добываемую компанией в Самарской области. Завод выпускает широкую массу нефтепродуктов, в том числе высококачественное моторное топливо, авиакеросин, битум. Вся товарная продукция проходит высочайший контроль качества в местной лаборатории. В настоящий момент на заводе происходит довольно большая программа модернизации, продолжается строительство новых объектов, ввод их в эксплуатацию. С 2015 года завод полностью перешел на выпуск товарной продукции Евро-5. Суммарные инвестиции в 2014-2015 году составили 24,6 миллиарда рублей. На заводе особое внимание уделяется вопросам промышленной безопасности. Еженедельно проводятся стоп-часы с работниками. И организованная смс-рассылка всем работникам о неблагоприятных условиях, гололед, штормовое предупреждение. То есть работники всегда в курсе. Завод обладает собственной довольно большой социальной инфраструктурой. У него есть собственный ФОК, собственные турбазы, собственные детские сады, санатории. И активно развивается в направлении социальной защиты работников. Ну, теперь главной теме. Роль Pysystem в эффективности производства. Если раньше до использования Pysystem пользователи были вынуждены получать данные из системы ОСУТП по телефону, из каких-то архивных трендов, данные о качестве тоже приходилось брать по телефону, либо непосредственно из лаборатории в журналах. Отчетности из различных отделов и смежных информационных систем. Все это приводило к очень длительному ожиданию для получения отчетности. И были возможны искажения данных, как бы намеренные или случайные. Что было очень плохо. С момента использования Pysystem все эти проблемы ушли в прошлое. И теперь у нас единый источник информации. Мы получаем данные из ОСУТП, из лаборатории, из различных отделов, из смежных информационных систем. И роль Pysystem в этом неоценима. Стоит заметить, что в последнее время пользователи очень активно стали интересоваться получением данных из ПАИ. И вот за период 2016-2017 год количество отчетов, формируемых в Pysystem удвоилось. То есть было по 110, стало более 200 отчетов. И продолжаются постоянные доработки, постоянные инициативы от пользователей. Все хотят видеть данные в цифровом виде в Pysystem. Стоит заметить, тоже возросший интерес. Если раньше, чтобы специалисты перезапустили Pysystem для каких-то работ, достаточно было просто звонка службой ТЭТ. Теперь, чтобы провести какие-то работы с Pysystem, приходится согласовывать вплоть до технического директора. Потому что столь высока роль данных. Pysystem используется на S&PZ с 2002 года. То есть своеобразный юбилей, 15 лет в этом году мы его используем. Первоначально лицензия на Pyserver закупалась на 4000 точек. И минимальное количество установок было выведено. То есть 5 установок. И по каждой установке всего 2 отчета. Материальный баланс и режимный лист. Далее, до 2010 года данный объем вполне устраивал. Но в связи с активным развитием в Pysystem в 2010 году был расширен до 20 тысяч точек. В 2011 году был внедрен портал, про который я расскажу чуть позже, позволяющий пользователям работать через веб-интерфейс. Он существенно упростил работу им. И в 2015 году мы вновь достигли предела. Заполнили все 20 тысяч точек. Приобрели расширение до 50 тысяч точек. И возобновили техническую поддержку от OssiSoft. В 2016 году была приобретена лицензия на тестовый сервер PyTest, который нам позволило все изменения и настройки сначала тестировать, а потом только переносить на боевой сервер, что существенно снизило риски сбоев. Сегодня Pysystem является полноценной системой диспетчеризации. Содержит в себе около 100 пользователей. В нем охвачено 8 технологических цехов, 41 установка. Содержит более 410 МНИМА-схем, более 200 различных отчетов. Интегрировано с различными производственными системами. Это ЛИМС. Система технического и коммерческого учета электроэнергии. Система товарно-сопроводительной докумендации. И на базе Pysystem реализованы два крупных проекта. Это система учета движения и система расчета масс нефти и нефтепродуктов. Здесь представлены наши действующие лицензии. И стоит заметить, что в 2017 году в рамках дополнительных сервисов по техподдержке оси софтам было бесплатно организовано обучение специалиста, который обслуживает Pysystem. Такой приятный бонус. Всем советую. Pysystem у нас в тесной связке с лицензиями Индософт. Это в первую очередь сервер отчетов, сервер НИМА-схем. И, собственно, портал тоже на базе этих лицензий создан. О них я сейчас расскажу чуть позже. Об архитектуре Pysystem. Pysystem состоит из трех серверов. Собственно, сам Pyserver, база данных, сервер расчетов Pys и веб-портал. Характеристики сервера вы можете видеть на своем экране. Обслуживанием, первой линией поддержкой, поддержка пользователей, поддержка серверов, разработка новых отчетов занимается компанией Cibintech на заводе. Все сервера работают под управлением виртуальных машин на базе собственного центра обработки данных, что обеспечивает нам свободную масштабируемость и высокую производительность систем. И позволяет нам проводить полный бэкап сервера ежемесячно. И ежедневный инкрементальный бэкап баз данных. Поэтому мы полностью уверены, что у нас все данные всегда в надежном месте. И в середине мая 2017 года также были проведены работы по обновлению операционных систем. которые блокируют нашумевший вирус Лона Край. И вообще вопросам безопасности сервера уделяется огромное значение. Сервер выделен в отдельную технологическую подсеть. И все взаимодействие через межсистевые экраны происходит с согласованием службы информационно-технической безопасности. В Пайсистем собираются данные со всех АСУТП завода. То есть это системы Эмерсона, Никагава, Симмонс, ABB, Тресмоуд, Шнайдер Электрик, Аллен Брэдли. Достаточно большой разброс по системам. Передача данных в основном это OPC и DDE. По ЛИМС это интерфейс с корреляционным базам данных. У нас есть пять неавтоматизированных установок. Там операторы ежедневно вводят данные каждые два часа в ручном режиме. И все это тоже так же попадает в Пай. Все позиции архивируются, по всем ведется история. В Пай выведены все аналоговые значения. И частично выведены дискретные. Это в основном состояние насосов и агрегатов. По каждой установке настроенной буферизации в случае потери связи мы все данные в Пайсистем восстанавливаем. Здесь представлены интеграции наших систем. Основные такие четыре системы. То есть это ЛИМС, из которого мы получаем данные о качестве в реальном времени и плотности, и углеводородный состав для расчета масс по установкам. Это система PIMS от TASPIN, которая дает нам информацию о плановых заданиях. Это система ASTU и данные о потреблении энергоресурсов. И система товарно-сопроводительной документации, которая нам дает информацию о оформленных отгрузках по заводу. О каждой системе я позже расскажу. Собственно, сам наш портал. Здесь все технологические цеха сгруппированы в меню слева, плюс есть различные подсистемы, которые пользователь свободно может открыть, посмотреть. Здесь представлена манимасхема одной из установок, это AVT6. Если раскрыть список, мы видим участки установки, мы видим позиции, можно либо по меню слева, по кнопкам, то есть пользователь свободно перемещается. Если нажать на какую-то позицию, открывается тренд, и двойным нажатием он разворачивается на весь экран, можно развернуть, посмотреть историю, можно сгруппировать несколько позиций, получить информацию в реальном времени. То есть данная манимасхема является полной копией системы АСУТП, и поэтому ни у кого не возникает вопросов и сложностей. Ну, такой же принцип по всем остальным установкам. Для более быстрой работы все какие-то такие критичные и важные параметры установок сгруппированы уже в предустановлении набора трендов, и главные специалисты уже привыкли к этой схеме, то есть они открывают им достаточно одного взгляда на систему, чтобы понять, как у них идет процесс. Помимо технологического мониторинга есть система вибродиагностики, по установкам, здесь представлен стартовый экран, и по красной рамке сразу можно определить, что что-то не в порядке, с каким-то агрегатом, нажав на кнопку, мы провалимся вплоть до самого агрегата и получим всю необходимую информацию. В основном отдел главного механика использует эти данные. Помимо вибродиагностики также существует контроль за газовность, что немаловажно для нефтепорабатывающих предприятий. Здесь представлена детализированная схема, тоже по установке АВТ-6. При наличии загазованности загорается красный кружок, тоже ведется архив, и можно в любое время понять, оценить состояние. На территории завода установлена метеостанция, которая также интегрирована в PIS-систем. И здесь в первую очередь для диспетчера завода важна информация о скорости и направлении ветра. Диспетчер завода в реальном времени получает эту информацию и корректирует так или иначе какие-то режимы. Также здесь есть информация о осадках, о температуре, что используется диспетчером автотранспорта для информирования своих водителей. Доступен тренд, ведется история по всем характеристикам. Немаловажную, даже, вернее, основную часть безопасной работы нефтепрабатывающего завода является состояние системы АСУТП. И в PIS-систем выведена отдельная вкладка «Управление и администрирование». Сюда выведено состояние источников бесперебойного питания на установках, то есть это работа от батарей, потеря входного напряжения, что ежедневно мониторит специалистами, обслуживающими АСУТП, и они всегда в курсе всех событий. Также есть контроль температур в аппаратных. Если какие-то проблемы с охлаждением в аппаратных, то АСУТП может выйти из строя, нарушив процесс. Тоже специалист АСУТП ежедневно эти данные мониторит. Также в PIS-систем выведено состояние всех систем блокировок. Промбезопасность очень активно за этим следит, чтобы все блокировочные позиции и ключи всегда были включены. Тоже ежедневно формируется отчет. Пользователи все это видят. И отдельно у нас создан экран. Это состояние источников данных по установкам. То есть если какие-то проблемы со связью, проблемы с данными, специалисты, обслуживающие пай, сразу все это видят и принимают меры. Здесь мелко, но в таком виде у нас интегрированы лабораторные анализы в PIS-систем. В реальном времени получаются данные о всех параметрах качества, о времени отбора. Пользователю не нужно запускать лимс, не нужно тратить на это лицензию лимс, которые так ограничены только для лаборатории. Он может в любое время сгруппировать себе необходимые тренды, наложить это на технологические процессы, получить данные в реальном времени, какие ему требуются. И, собственно, здесь тоже так же сформирован отчет. Пользователь нажатием одной кнопки формирует отчет, что тоже затруднительно в системе лимс. Поэтому пользователь активно переходит сейчас на использование PIS-систем. Также из лимс мы получаем данные о плотности и углеводородном составе. За этим тоже идет очень сильный контроль, потому что на основании этого рассчитывается материальный баланс. У нас лимс на базе LabVe американского производства. Были небольшие сложности с тем, что когда мы проводили интеграцию, анализ, когда делали лаборанты, попадал в PIS-систем спустя 5-10 часов. Это связано с функционалом работы именно лимс. То есть лаборант должен полностью провести весь анализ, и только потом, нажав кнопку авторизации, попадали данные в PIS-систем. И, соответственно, получалась задержка большая по плотности и по расчету массы. Сейчас эта проблема решена с небольшими доработками. И данные о плотности попадают сразу в PIS-систем. Здесь представлены остальные функции. Это различные инструкции, отчеты. В таком виде их тоже пользователь может выбрать слева. По подробнее о крупных реализованных отчетах это система расчета масс и система учета движения. Система расчета масс реализована на базе PIS. Все потоки считаются по утвержденным и разработанным методикам, которые разработала для нас компания «Роснефть» для всех своих заводов в виде динамической подключаемой DLL-библиотеки. Все это подгружено в PIS-систем. И все потоки из ОСУТП получаются данные о текущих объемных расходах. И в PIS-систем переводится уже информация в массу. Если раньше все считалось в ОСУТП, плотности выводились операторами вручную, то есть возникали проблемы с некорректным вводом. Сейчас все эти проблемы решены. И вот здесь можно увидеть пример расчета по резервуарам. Мы также считаем остатки в резервуарах. Здесь представлен отчет системы расчета масс. Также сейчас завершается опытная эксплуатация системы учета движения, которая позволяет нам получать информацию о перемещениях нефти и нефтепродуктов с установок в парке и между парками. Благодаря этому отчету мы можем видеть, сколько тонн прибыло в резервуар, сколько тонн убыло, и как проходили перекачки по времени между резервуарами. Данная информация является подэтапом системы расчета масс и системы сведения автоматического расчета материального баланса. Операции фиксируются операторами вручную. Установлено специальное ПО. И на ранних этапах внедрения системы были проблемы с дисциплиной. То есть оператор не фиксировали, где-то забывали фиксировать. Длилось где-то около полугода. Сейчас все эти проблемы решены. И мы каждое утро видим полноценную картину по движению. Отдельно у нас 2017 год объявлен годом топлива и потерь. Как бы это ни могло не коснуться по систем. И по каждой установке были разработаны такие формы, которые операторам позволяют оценить объемы экономии или перерасхода топлива в денежном эквиваленте. То есть оператор в реальном времени видит, сколько денег он теряет, сколько потеряла конкретная бригада. И в конце месяца все эти данные подбиваются, проводятся вроде соревнований. И все это мониторится вплоть до генерального директора. Сейчас реализовано на примере установки АВТ-6. И до конца года будет реализовано по всем остальным установкам. Также разработана в рамках интереса к топливу схема топливного кольца. То есть здесь абсолютно все потребление топлива. С информацией о состоянии регуляторов, о срабатывании уставок. То есть пользователю, ответственному за потребление, достаточно открыть этот экран и получить всю необходимую информацию. На основании этого формируется вот такой большой отчет. Причем здесь только данные за один день. Если данные будут за 30 дней, то он бы просто не поместился на экран. И вот этот свод ежедневно тоже мониторится. Сюда попадают данные абсолютно на всем топливе, то жидко-газообразные. И на основании этого закрываются отчеты службы главного энергетика. Данный отчет заменил собой набор отчетов из 5-6 отчетов. Позволил получить достоверную единую картину. Также по печам выполнена настройка коэффициента полезного действия. Плановый факт и фактический КПД. Тоже в рамках года топлива и потерь. Сейчас это все будет внедрено на всех установках. Данные об отгрузках нефти и нефтепродуктов для сведения баланса попадают в пайсистем из корпоративной системы товарно-сопроводительной документации. То есть настроена интеграция с базой данных, со SQL-сервером системы TSD. И в пайсистем попадает информация об оформленных отгрузках железной дорогой, автомобильным транспортом, а также водным транспортом по причалу на Сызранском НПЗ. Вся эта информация необходима для сведения материального баланса. Также есть система PIMS, и планирование производства проводится в ней. И раньше данные о плановых значениях передавались по телефону, либо по почте. Не всегда они были переданы вовремя, не всегда правильно интерпретировали их на местах. Поэтому принято решение плановые показатели вывести в пайсистем, на отдельную манимосхему. И все вопросы сразу снялись. Любой пользователь может открыть, посмотреть, какое плановое задание у него сейчас должно быть. И также на основе PIMS в пайсистем и Excel сейчас разрабатывается форма календарного планирования производства, которая также повысит эффективность работы. Также на базе пайсистем на установке AVT6 реализована система виртуальных анализаторов, которые получат данные из пайсистем и из LIMS, прогнозируют ход процесса, ход изменения качественных показателей и показывает оператору, как у него изменится процесс. Оператор, в свою очередь, вносит какие-то корректировки. Здесь представлен интерфейс. Черные точки — это прогноз, и синие точки — это как шел процесс. По данным измерений, которые хранятся в пайсистем, по всем тегам настроена компрессия и фильтрация с целью снижения объема архива. Но по некоторым позициям фильтрация и компрессия отключена. Это касается, в первую очередь, уравней по резервуарам, чтобы в пайсистем была полноценная картина без какой-либо фильтрации. И здесь мы видим, что ранее был такой более прямой график, а в момент отключения мы получили достоверную картину и позволили один в один с АСУТП. И все вопросы к расчету масс тут же были сняты. И продолжая тему сохранности и получения данных, пайсистем в последнее время пользуется большой популярностью при проведении аудиторских проверок. И мы сейчас готовы предоставить единый источник данных, то есть там полностью прозрачная информация. Каждый отчет, формируемый системой в 2 часа или в 3 часа ночи, автоматически формируется, сохраняется на сервер, и когда приходит какой-то аудит, мы эти отчеты просто собираем и передаем для проверки. Срок хранения архива на сегодня составляет 3 года, поэтому мы готовы любую информацию предоставить. И учитывая, что по критическим позициям отключена вся фильтрация и компрессия, данные абсолютно соответствуют данным АСАТП. И также благодаря введению бэкапа, если требуются более ранние данные, мы тоже всегда их готовы предоставить. И в принципе, аудиторы всегда остаются довольны. Сейчас внедряются несколько корпоративных проектов по компании, связанных с PySystem. Это автоматизированная система расчета материального баланса, корпоративный проект, который будет сводить материальный баланс на основе данных PySystem, на основе рассчитанных масс, которые в PySystem, в PySystem посчитались. Это планируется еще сейчас, в 2017 году, внедрить. И корпоративный доступ — это второй проект центрального управления компанией к базам данных PySystem для оперативного мониторинга. Здесь представлена схема отчетности в PySystem, которая сейчас действует. Здесь можно выделить два основных. Это свод для генерального директора. Ежедневно, каждое утро формируется один большой отчет, в котором есть данные о массах, о анализах лабораторных, о движении нефтепродуктов полностью. Причем с подсветкой, если какой-то параметр вне нормы. Генеральный директор сразу все это видит. Все это формируется автоматически. И немаловажный отчет — это оперативная сводка. Данная сводка формируется также автоматически, содержит, в принципе, похожие данные, как для генерального директора, но в другом формате, и она предназначена для компаний. То есть эта сводка также формируется диспетчером и каждое утро отправляется в центральное управление. Интерес к отчетам растет, и еженедельно поступают запросы о разработке новых отчетов. Пользователи поняли, что это очень эффективно. Здесь несколько отчетов, довольно мелко. Здесь оперативный свод как раз для компании в таком формате. Так, для информации. По интересу пользователей и проблемам, с которыми мы столкнулись, в 2016 году было проведено внутреннее обучение пользователей, опытным пользователям. То есть пользователям было рассказано, как открывать отчеты, как формировать те или иные данные, что нам позволило существенно снизить количество обращений в техподдержку. Количество отчетов увеличилось в два раза, как я уже говорил. Растут требования. И о проблемах, то есть на начальных этапах внедрения по системе наблюдалось некое недоверие к данным, потому что люди еще не понимали, что это такое. И отсутствие обратной связи от цехов. Но сейчас все это в прошлом. Люди активно пользуются PAYM, и все недоверие ушло. И была одна проблема, что в связи с таким активным развитием по системе, отчетности в обслуживающей организации мы столкнулись с тем, что не хватало людей. Поэтому был сформирован отдельный отдел, который содержит в себе шесть человек, чисто под производственную систему, под PAYSystem в частности. Немножко о планах. То есть в 2017 году планируется доработка настройки PAYM, на 2018 год запланировано приобретение PAY High Availability, то есть для повышения надежности. В 2018 году также будет обновлен портал. И сейчас поступил запрос от руководства на доступ пользователей к PAYSystem с планшетных компьютеров. Сейчас вопрос буквально недавно возник, сейчас он прорабатывается. Достигнутые выгоды это снижение потерь на производство в связи с тем, что активно сейчас внедряется работа с топливом, это экономия топлива, причем она довольно заметная. Я здесь не стал цифры показывать. Повышение безопасности производства за счет контроля состояния ключей блокировок за счет постоянного мониторинга. Ну, соответственно, сокращение трудозатрат. И самый главный плюс это единый источник производственных данных во всех системах. Ну, здесь видно задачи, которую я назвал. Это объединение всех данных в единую систему, быстро обработка больших данных, повышение эффективности. Для этого, собственно, мы интегрировали все данные в PAYSystem. Обеспечили техническую поддержку первой линии. Это компания, которая обслуживает нас PAYSystem, плюс у нас заключен договор технической поддержки с OSIsoft. Это внедрение проектов как внутренних, так и корпоративных. В итоге мы получили единую информационную платформу, готовую к любому аудиту, готовую предоставить данные для любого пользователя, для любой проверки. Ну, и в заключение, как бы еще раз хочется отметить, что PAYSystem довольно долго используется на СНПЗ. Специалисты практически всех подразделений получат ту или иную информацию из PAYSystem. Ну, и он обеспечивает все вот эти плюсы, которые здесь указаны. На этом у меня все. Спасибо.